В новом Уренгое соседская ссора закончилась смертью. Как сообщает следствие, потерпевший, который снимал комнату в одной из квартир города, поссорился со своей соседкой. Та вызвала на помощь своего друга. Выяснение отношений переросло в драку. Тогда обвиняемый два раза ногами ударил оппонента по туловищу. Спустя время тот скончался, а злоумышленника заключили под стражу. Похожая история произошла и в Тазовском. Там 22-летний местный житель пришел в гости к своему 45-летнему знакомому. Во время застолья мужчины поссорились и гость руками и ногами избил своего товарища. Скорую вызвала девушка, которая стала свидетелем избиения. Мужчину доставили в больницу, где он и скончался от полученной черепно-мозговой травмы. В Салихарде ДТП закончилась дракой. Известно, что в понедельник в 23.45 водитель Део при повороте налево не убедился в безопасности маневра и создал помеху Тойоте, которая ехала навстречу. Произошло столкновение. В этой аварии люди не пострадали. Ну а после этого свидетели ДТП засняли на телефон драку между участниками аварии. Окружные СМИ сообщают, что в полицию по этому факту никто не обращался. Во вторник 30 апреля в микрорайоне Заозерный загорелся нежилой одноэтажный деревянный дом. Как сообщают очевидцы, рядом накануне горела другая нежилая деревяшка. Также это отчетливо видно на этом видео, которое для нас сняли местные жители. Сегодняшний пожар 13 спасателей тушили около 50 минут. В результате повреждено 50 квадратных метров здания. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Кстати, сегодня 30 апреля пожарные отмечают свой профессиональный праздник. Пользуясь случаем от лица группы компании «Сигма», хочу поздравить их с этой даты и поблагодарить за непростой труд. Ямалец хотел совершить налет на банкомат, но у него ничего не вышло. Все началось с того, что в полицию поступил сигнал о пожаре в одном из административных зданий Белоярска. На месте правоохранителя увидели банкомат со следами вскрытия. Однако тот, кто пытался его вскрыть, так и не довел начатое до конца и скрылся с места преступления. Позже полиция задержала причастного к этому. Ранее судимый житель Оксарки 1996 года рождения находился в Тюмени. Его доставили в полицию приуральского района, где он во всем признался. Ямалец находится под подпиской о невыезде. В Пуровском районе в одном из кафе у девушки украли сумочку вместе с телефоном, карточками и деньгами. В целом имущество оказалось на более чем 115 тысяч рублей. По горячим следам полиция раскрыла подозреваемого. Им оказался иностранец с 92-го года рождения, работающий на Ямале вахтовым методом. Воспользовавшись моментом, когда возле столика никого не было, он вынес сумку. В полиции мужчина во всем признался и отдал оперативникам украденное. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин